Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Только что на сайте Battlefield 1 появилась страница, посвященная дополнению «Они не пройдут», где рассказано, что нас будет ожидать в этом дополнении. И начнем с танков. Да, танка будет два. Чар-2С, судя по всему, станет простанком, не бегемотом, как я говорил. Хотя описание на сайте очень странное и непонятно. Сверхтяжелый стальной гигант, созданный по образу настоящего французского танка, может изменить ход всей битвы. Но ни слова про бегемота. Вторым танком, который появится в дополнение «Они не пройдут», стал французский танк «Сен-Шамон». Вооружение у него такое же, как у Чар-2С, только вместо пяти пулеметов их четыре. И, судя по всему, это будет аналог как раз-таки бабкиного шкафа. А Чар-2С, скорее всего, будет аналогом Марка Пятого. Теперь про элитный класс. Он будет называться «Окопный налетчик». И, как предполагали мои зрители, он станет неким аналогом Джиггернаута с ножом из Кловдити Гоуст. То есть элитный класс будет вооружен только дубинкой и кучей гранат. Спасибо за очередной фикс спама гранат, Дайсон. Также будут добавлены гаубицы. Как гласит описание, это новое стационарное оружие ведет стрельбу непрямой навод и управляется аналогичным минометом. То есть у нас появился новый большой миномет. Жалко, что гаубицы будут доступны только на новых картах. В самом дополнении нам представят четыре карты. Первая – это высота Вердена. Как написано в описании, в бою нам придется подниматься наверх к мощным крепостям Вердена. И судя по всему, это будет реально аналог горы 137, смешанная с Монтеграппой, наверное. Как я и говорил в одном из прошлых роликов. Это круто и эту карту я жду больше всего. Вторая карта – Форт Во. Первая крупная битва Первомировой внутри форта. В лабиринтах нас ожидают темные галереи и сырые каменные коридоры, где будем перекидываться гранатами, стрелять из пистолетов, делать ножевые атаки и фигачить огнеметом. И судя по всему, это будет аналогом операции в запертии и метро. Так что, фанаты Миаса, готовьтесь. Ну а Сова Сон – это будет еще одна живописная карта с небольшим поселком посередине. И судя по всему, именно здесь мы опробуем все новые танки в действии. И последняя карта – это Прорыв. Французам необходимо захватить важные мосты через реку Энну. В общем, нас ожидают окопы, река и техника. В дополнение мы еще попробуем новый режим Линия Фронта. Это некая комбинация режима захвата и штурм. Нам предстоит захватывать ключевые точки. То есть мы ее будем захватывать одну за одной. И обе команды сражаются за один и тот же флаг. А когда он захвачен, битва переходит к следующему. И при захвате вражеского штаба игра продолжается в стиле штурма. Вам нужно будет захватывать и защищать телеграфы. И это реально что-то новенькое. Я даже... Нет, можно прикинуть некоторые аналоги. Типа режима с Голиафом из Battlefield 2142. И некая вариация на режим Титан. Только мы захватываем одни и те же флаги поочередно. Вместо классического конквеста. Это интересно и не терпится попробовать эту новую вариацию старых режимов. Ну а думаю на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки, что вы думаете об этом. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok